Денис, приветствую тебя! Всем привет! Торговая сессия среды наша с тобой встреча, цель встречи обсудить рынки, подсказать нашим подписчикам, следить за нашим контентом, какие есть интересные рыночные ситуации, тире возможностей, как все это можно использовать. Поскольку мы с тобой немного скорректировали график нашего вещания, получается то, что мы выходим в эфир, по сути, перед публикацией основных фундаментальных отчетов, которые запланированы в рамках недели. Вот поскольку традиционно все важные релизы, они смещаются на среду, четверг и пятницу. И вот эта неделя не исключение. Сейчас с тобой буквально кулуарно обсудили, что впереди на повестке на носу важные данные из США. Это отчет по ВВП, индекс ПСИ, индекс расходов на личное потребление, важный компонент для Федрезеров в оценке инфляционных составляющих. Поэтому, да, если делать акцент на наличие такого фундаментального бэкграунда, конец этой недели будет очень интересным. И сегодня как раз мы пробежимся по традиционным инструментам, подскажем в итоге, как рынок может реагировать на эти стоящие интересные фундаментальные отчеты. Ну что, в целом, Денис, как ты оцениваешь последнее ралли доллара? Считаешь ли ты, знаешь, я вопрос какой задам. Считаешь ли ты, что американский регулятор может вообще отложить снижение процентной ставки до следующего года? Поскольку такой, как бы, сценарий рассматривается рынком? Ну, теоретически-то да. Ну, знаешь, обычно, чем громче начинают аналитики кричать о том, что это вот-вот произойдет, тем больше вероятности того, что это не будет. Я очень хорошо помню, как глава Блэк-Рока еще в начале года четко был, ну, он утверждал, что вот точно в марте уже будет первое снижение ставки. Как мы видим, март прошел, уже почти апрель проходит. Вот. И сейчас, я смотрел по рыночным настроениям, то отодвигается снижение ставки вплоть до ноября месяца. Я думаю, в этом году, знаешь, если вспоминать предыдущие кризисы, то чаще всего первое снижение делали в декабре. Вот. Это, ну, конечно, история-то не обязательно, что она повторится, но я просто вот помню, несколько раз такое было, что основной цикл уже снижения после длительного ужесточения ДКП у нас начинался именно в декабре месяце. Поэтому я думаю, что в этом году хотя бы одно снижение нам дадут. Вот как минимум. Потому что если сейчас начали уже говорить о том, что возможно сделать повышение ставки, то у меня уже привычка такая, делай все наоборот. Как Джим Крамер, да? Если он говорит что-то покупать, все, значит, по-любому упадет. И наоборот. Поэтому я думаю, что одно снижение все-таки мы увидим. Я, кстати, абсолютно разделяю такую точку зрения. Считаю, что на одно снижение ставки американский регулятор все-таки содреет. И тоже согласен с тем, что, скорее всего, это снижение произойдет под самый занавес этого года. Потому что, ну, в текущих условиях это маловероятно. Потому что ФРС постоянно говорит о сохраняющихся рисках усиления инновационного давления. Было бы очень странно, если бы на одном из ближайших заседаний он взял бы и выкатил снижение процентной ставки. И, кстати, вот по поводу инструментов AdWatch Tool. Я сегодня, кстати, на своем брифинге рассказывал. Да, действительно, у нас будет в мае заседание. Ну, я считаю, что в мае, 1 мая, это уже вообще можно не ориентироваться на заседание, как на то самое, когда ставку могут снизить. Буквально месяц назад спекуляции были на тему июньского снижения. Сейчас этот шанс ничтожно малый. В частности, вероятность снижения ставки в июне сейчас 14 с небольшим процентом. Ну, тоже можно сказать, что едем дальше. Уже июнь тоже не рассматриваем как вот эту черту ограниченного действия. В июле снижение ставки вероятность 37%, а в сентябре 47%. Ну, будет еще один сильный отчет по рынку труда, либо еще один месяц роста индекса потребительских цен. И в итоге мы благополучно увидим смещение фокуса внимания на декабрь, как мы с тобой отметили, как тот самый период, когда ставку могут скорректировать. Я предлагаю обсудить ситуацию с долларом. Сегодня коснуться оппонента доллара по рынку Форекс с зеркальным движением. Пара евро-доллар, как один из самых спросовых инструментов на валютном рынке. Можем посмотреть на золото, учитывая высокую волатильность последних дней. Ну, и пару слов. Если есть еще и техническая какая-то картина, мнение и позиция по нефти тоже будет неплохо прокомментировать. Так, давай демонстрацию экрана. Начнем с меня. По сути, индекс доллара у меня уже открыт. 105.67 текущих котировок и четырехчасовой таймфрекинг. Буквально с старта сегодняшних торгов мы видим то, что доллар снова окупают. Вчера сильно разочаровали данные по индексу PMI производственного сектора, потому что индекс не смог удержаться на территории роста выше 50 пунктов и перешел к снижению. То есть, по сути, оказался ниже полтинника 49,9 значения индекса. И, конечно же, все тут же заговорили о том, ну вот, снижается производственный сектор, поэтому экономика не перегрета, экономика, темпы ее замедляются, поэтому индексуация тоже может пойти на спад. Кто не знает, как и кто прослеживает такие параллели, это очень странно. Потому что даже если такую логику дальше транслировать, то не стоит забывать про сферу услуг, которая на самом деле генерирует больше вкладок в показатели ВП, а сфера услуг остается в зоне роста. Поэтому такая логика несостоятельна. Я по-прежнему за то, чтобы, за идею роста доллара, потому что раз уж американский регулятор убедился в том, что в ближайшие заседания он ничего не будет делать с ключевой процентной ставкой, то зачем нам тогда что-то делать с долларом и выдумывать причины, по которым он будет снижаться. На долгосрок это, безусловно, оценка, позиция, точка зрения. Когда будут сигналы от Федрезерва о том, что создаются условия для ослабления и смягчения монетарной политики, тогда можно будет искать уровни для продаж. Пока что тренд остается восходящим, и любой коррекционный откат я воспринимаю как доказательство того, что этот восходящий тренд является здоровым восходящим трендом, потому что любой нормальный тренд, он предполагает коррекционный откат время от времени. В общем, по индексу доллара я рекомендую верить в рост этого актива, визуализировать, в связи с этим, и ориентироваться на отметку 106 и выше. Оппонент доллара, евро, 0,688 текущей котировки. Фон европейский, макроэкономический слабый на этой неделе. Буквально пару слов еще забыл сказать, то что по штатам мы ждем ВВП завтра и индекс ПСЕ. Я прям начал свое выступление с этого. Эта статистика точно может придать дополнительное ускорение доллару, поскольку точно будут сюрпризы с индексом ПСЕ, предварительный индикатор усиления инвестиционного давления. Евро, здесь можно делать акцент на то, что европейский центральный банк будет вторым после Национального банка Швейцарии, кто снизит процентную ставку. В июне это произойдет, я в этом не сомневаюсь. Сначала у нас были сигналы от Лагард в начале недели о том, что июнь тот самый месяц, когда решительность будет все же проявлена. И вчера вице-президент Вицебеллу из Гиннес тоже подтвердил, то есть вся элита Европейского центрального банка за снижение ставки ФРС это решение откладывает со своей стороны, поэтому здесь дорога для снижения и путь вниз открыт. Рекомендую смотреть на цели еще обозначенной Ryan Morgan Stanley City это отметка 1.05. Так, что касается золота, вот здесь ситуация интересная. Я сейчас касательно золота ищу подсказку, либо дополнительный аргумент для принятия решения в рыночном сантименте. Сантимент сейчас 50 на 50. После такой волатильности рынок замешательств не знает, будет ли он расти, либо снижаться. Фундаментально, если абстрагироваться от каких-то технических моментов и сделать акцент на то, что золото должно реагировать на ситуацию на рынке облигаций и ситуацию с долларом, то да, здесь развитие нисходящей динамики в приоритете и может быть там стоит смотреть на снижение ниже 2300 долларов за тройскую унису. Я в целом пока склоняюсь в пользу того, что снижение продолжится, потому что и геополитический фон относительно стабилизировался и, слава богу, никакой эскалации и ни в коем случае никакие потребности, либо желание получить сверхприбыль на эскалации конфликта между Израилем и Ираном, это ни в коем случае не может быть оправданием этих военных конфликтов и действий. Я против такого фона и считаю, что без геополитики золото будет тоже испытывать больше прессе. Так, и что касается рынка нефти, 87.44 доллара за баррель. Соответственно, ранее я рассматривал возможность уже шартовых сделок по нефтянке. Тоже самый геополитический фон, который сейчас не создает предпосылки для того, чтобы были перебои с поставками. О санкциях, о которых говорят с начала недели США против Ирана. Я думаю, что в конечном счете это просто лишь угрозы, да, фактического решения дела не найдет на нас у нас. Президентские выборы и вряд ли администрация американского президента сейчас будет лоббировать идею, которая в конечном счете может привести к еще большему скачку цен на нефть, к еще большему отражанию цены на топливо на внутреннем американском рынке и еще более значительному ухудшению настроений американских потребителей. Короче, вряд ли президент США сейчас будет бесить народ, потому что хотят увидеть всех на выборах и хотят, чтобы выбор был сделан в пользу снова демократам. Поэтому не вижу предпосылок, Венис, для такого серьезного в целом для роста нефтянки. Сегодня, кстати, еще данные по запасам выйдут. Полагаю, что есть высокая вероятность того, что запасы снова вырастут, и это как фактор дополнительного давления на котировки. Я ожидаю снижения брента ниже 85, поближе к уровню 82-83 доллара за банк. С текущих значений это почти 5% прибыли без плеча. Так, слово тебе передаю, Денис. Так, хорошо, я думаю, меня уже видно. Да. Прогружает. О, отлично. Значит, ну что сказать, я соглашусь с тобой по многим направлениям и хотел бы вот чуть-чуть конкретизировать и чисто со своей колокольни объяснить, как я вижу эти движения и обосновать. Значит, начнем с евро. По евро. У меня идея тоже на продолжение нисходящего движения. Дело в том, что здесь у нас пока что все вкладывается, то есть пока не произошло чего-то такого сверхъестественного, у нас все вкладывается в достаточно простую банальную коррекцию. Если посмотреть по вертикальным объемам, вот они внизу, то у нас получается, что было сделано достаточно сильное проталкивание. Проталкивание находилось вот в этой свече. Вот там четырехчасовое, часовой, там же в этой свечке проталкивание. Потом небольшая внутренняя проторговка, формирование зоны продавцов и затем ушли вниз. Сейчас у нас происходит коррекционное движение приблизительно к этой же зоне. Цена подошла к одной-второй марже сопротивления и здесь буквально либо с текущих мы падаем или максимум могут сделать выброс вверх, зайти внутрь этой зоны. Буквально сегодня появилась очень крупная лимитка, я бы сказал, это аномальная лимитка, 1750 лотов по АСКам и всего в 8 заявках. То есть это огромный агрегированный лимитный продавец. Понятно, что это не показатель особо, потому что ценам при подходе могут эту лимитку вообще удалить, например, как способ такой легкой манипуляции, хотя это в США наказуемо. Но тем не менее, все равно попадает в эту область. С точки зрения опционов, у нас сейчас цена в зоне перепроданности находится не по всем, конечно, опционам, но частично. В принципе, у нас до экспирации, которая у нас состоится 3 мая, время еще есть. То есть это еще полторы недельки и могут через добой вниз, чего, собственно, я и жду, через добой вниз, потом сделать быстрый реверс вверх. Но здесь внизу единственный вопрос. Здесь есть портфельные управляющие, у которых есть блочная конструкция, в основном это именно портфельные так торгуют, в районе 1.05. И поэтому у меня возникает вопрос, смогут ли дойти на вот эти заветные 1.05? В идеале, конечно, хотелось бы. И также на протяжении вот этого коррекционного роста, который у нас сейчас формируется, самый крупный повышенный объем находился во вчерашней вот этой свечке. Если ее футпринт разобрать, то мы видим четко, что основные сделки проходили по ее верхней части, вот в районе приблизительно 1.07. То есть даже выше текущее положение цены. И так как реакции никакой вверх у нас дальнейшей не последовало, поэтому я больше здесь все-таки за продолжение продаж. Вплоть до 1.05, ну если, конечно, повезет и туда добьют. Ну хотя бы на ретест вот этого ближайшей поддержки 1.06, это хотя бы на ретест. А следующая цель действительно на 1.05. По поводу индекса доллара. Здесь у меня есть немножко такое разночтение. Дело в том, что я жду, да, такой коррекционный, внутренний коррекционный, скажем так, отскок вверх. Сейчас очень похоже на то, что у нас рисуют что-то типа подвижной коррекции. То есть когда цена, например, формирует вот импульс вверх, затем такую трехволновую коррекцию, вот раз, два, три, и потом отскакивают снова на перехай. Но вот здесь вот один маленький нюанс. Дело в том, что сейчас у нас цена торгуется в области достаточно серьезного сопротивления. Вот оно. С противоположной стороны было сформировано также у нас два уровня. Вот первый, вот второй. Их цена очень красиво видела. Отсюда уже отскок был сделан. С противоположной стороны у нас два ключевых уровня. Вот первый и вот второй. Значит, от этого уровня цена уже тоже делала локальный такой очень неплохой отскок вниз. А вот с этого уровня пока происходит распиливание, цена под ним находится. И поэтому у меня вот немножко такая есть опасение того, что могут нам вот такую вот бяку сделать. То есть подойти снова к этому же уровню и от него локально вниз сделать. Поэтому я вот такой сценарий на всякий случай оставляю. Приоритет, именно приоритетное движение у меня в сторону основной направленности, то есть вверх. Вот этот вниз, это скорее альтернативный сценарий. Если вдруг там завтра что-то на ВВП, либо на инфляции произойдет из ряда выходящее и вдруг резко отскочит. То есть по этой же аналогии евро это возврат в область накопления текущей недели и там локальный отскок вот такой вот снова вверх. То есть мы исключать не можем. Мы должны все варианты прорабатывать. Поэтому на всякий случай я его показываю. Но еще раз говорю, это альтернативный вариант развития событий. Основной я все-таки выделяю направление вверх на перехай. Что касается золота, у меня здесь нет других вариантов, кроме продолжения снижения. Я здесь был в продажах и снова зайду в том случае, если цена чуть повыше откорректируется, с текущей пока не сильно готов. Дело в том, что у нас две недели назад в пятницу была сделана очень сильная кульминация. Мы вот четко видим выделяющийся вертикальный объем. Он на всех таймфреймах есть. И на часовом, на четырехчасовом. И сильная реакция была сделана вниз. Подошли четко к контрольной марже. Затем коррекционный отскок вверх. Подтверждение внутренней дополнительной кульминации. Еще одну заливает. Потом формирует зону продавцов. Импульсом улетает вниз. Это самый классический вариант для будущих продаж. Значит, внизу у нас область хеджа по путам четко прослеживается 2170-2200. Плюс еще чуть повыше. 2230 тоже. Ну, это более слабая часть. Короче, я ожидаю исключительно только продолжение снижения. Я не вижу, на чем здесь золото может расти, кроме как коррекционно. То есть, понимаете, многие кричат, вот там Китай скупает. Ну и что с того? Китай скупает уже, блин, не первый месяц. И это все заложено в рынке и давным-давно отработало. Даже не первый год. Да, тем более потому, что пока значимые новости начнут отрабатываться на рынке и дойдут уже до основной массы потребителя, то они уже никакого смысла в них не будут. Поэтому я только исключительно за снижение золота в район приблизительно 2200, а там будем смотреть, потому что после этого могут и пойти на перехай. То есть, я здесь вообще этого не исключаю. Запросто это может быть. Достаточно, опять-таки, между Ираном и Израилем очередной стычки. Поэтому пока что локальный я за снижение. И что касается нефти, значит, по нефти залили какой-то колоссальный объем вчера вечером. Я, если честно, не понимаю для чего, что там такого может произойти, но сам факт его залили. У нас цена находится в области 1-2 маржи поддержки. Я лично думаю, что отсюда попытаются нам отскочить вниз, при условии, конечно, подталкивания не дадут. Внизная отмена, это если закрепление аж где-нибудь на 85 сделают, ну, тогда да. Ну, а пока что у нас вот маржа в районе там 83,80 или даже там где текущая цена, там 83,5. Я думаю, что отскок вниз сделают и потом снова там какой-нибудь коррекционный вот так вот вверх. То есть, у нас цена движется вот такими зигзагами. То есть, подходит и отскакивает сейчас вот от контрольной маржи. Вот четко это видно. Вот раз, два, три подхода было сделано. Вот. И снова-таки вот этот отскок на очень крупном перекосе по футпринту, но обычно просто так они не делаются. Вот. Поэтому я лично точно так же, как и ты, за снижение хотя бы вот в эту область, но это по нефтемарке VTI. Плюс портфельные управляющие у нас тут вверху тоже были с достаточно классными продажами. Так что абсолютно неудивительно, что отскочили вниз. И снова-таки, учитывая вот этот крупный объем, могут опять еще раз отскочить. Вот. Поэтому я лично за продолжение локального снижения. Денис, спасибо тебе за рекомендации. Ну что, давай тогда дождемся американскую статистику. Надеюсь, то, что не будет никакого усиления эскалации конфликта и факторов геополитических. Мы сможем сфокусироваться на, да, согласен, на традиционных фундаментальных факторах того, что происходит с экономиками, как действуют центральные банки, адаптируясь к этим фундаментальным представляющим. Хорошо, что у нас в этот раз довольно часто, скажем так, в последнее время взгляд практически идентичный на средне-долгосрочные перспективы инструментов. И я не сомневаюсь в том, что, как бы, истинная реальная картина будет на нашей с тобой совместной стороне. Поэтому хочется добавить еще то, что, друзья, от вас зависит, будет ли вы прислушиваться к рекомендациям или нет. Но мы с Денисом, по-моему, аргументировали точку зрения касательно поведения финансовых инструментов. И будем дожидаться инструмента на тех профитных ориентирах, которые обозначили. Денис, спасибо тебе огромное за твое время, за внимание в такой детальной, фундаментальной технической картине. Ну что, увидимся тогда в следующую среду и обсудим, как раз, где будут рынки. Хороших трейдов тебе и нашим подписчикам. Спасибо тебе тоже. Успешного продолжения торговой недели. Спасибо. До встречи. Пока-пока.